В чемпионате Европы по фигурному катанию завершатся соревнования у танцоров. Днем ранее победно выступили Татьяна Волсажар и Максим Траньков. Но еще до выступления спортивных пар стало известно, что наша команда понесла серьезную потерю. Репортаж Марии Коробовой. Боли в спине, пропущенные тренировки и как следствие сомнения, стоит ли вообще ехать на чемпионат Европы. Решение, несмотря ни на что выступить в Загребе, Евгений Плющенко вместе с Алексеем Мишином принимал прежде всего потому, что понимал. Для подготовки к Олимпиаде нужен соревновательный опыт. Накануне короткой программы Плющенко говорил, что на этом турнире готов к любому результату. Но того, что случилось, ошибки на Луце и падение Сакси никак не ожидал. Евгений Плющенко свою короткую программу совершил задолго до того, как на лед вышла заключительная сильнейшая разменка. Главные соперники Женя знали, что он ошибался. И, быть может, поэтому падали столь свободно и непринужденно. Лидеру, французу Флорану Амодио, Евгений проиграл в итоге ровно 15 баллов и занял шестое место. А вскоре после завершения всеми участниками короткой программы появилась информация о том, что Плющенко снимается с турнира. «Соревноваться с соперниками болью трудно», – так прокомментировал это решение Алексей Мишин. И добавил, несмотря на поставленные перед собой цели, он считает его своевременным и правильным. Испытывая боль, в Загребе катался не один Евгений Плющенко. Только если у Жени она была физической, то у Максима Транькова душевной. За три дня до начала чемпионата у него умер отец. Максим принял решение выступать. Вместе с Татьяной Волосожар под плач-скрипки они небезошибочно откатали свою произвольную программу на турнире спортивных пар. Но чистым не был прокат и у их главных соперников – немцев – Алены Савченко и Робина Шелковы. В итоге Татьяна и Максим выиграли у них больше семи баллов, став двукратными чемпионами Европы. В других обстоятельствах этот успех принес бы им гораздо больше эмоций. Я очень рада, что приняли решение выступать. Как бы там ни было, мы откатались в чемпионат Европы. Мы пропустили. Две других российских пары – Ксения Столбова и Федор Климов, Юка Ковагути и Александр Смирнов – завершили этот чемпионат с шестым и пятым результатами. У Юка и Саши выступление в Загребе совсем не получилось. Сами спортсмены довольны уже тем, что после падения партнеров в первой половине произвольной программы они смогли догадать ее достойно. Не подавая виду, что что-то случилось, и это не дало мне дальше растеряться. Потому что судьи должны смотреть на меня, а не на партнеров. Партнерша всегда. Не волнуйся, не займемся в моей памяти. Вечером в пятницу на чемпионате Европы будут разыграны медали в танцах. После первого дня на первом, втором и четвертом местах российские дуэты. Мария Коробова, Игорь Белоусов, Фестиспорт, Хорватия, Загреб.